Привет ребятки! Сегодня я вот так вот начинаю видео не накрашено, потому что сегодня будут весенние новинки косметики, но я хочу сделать такое себе первое впечатление максимальное из того, что у меня есть. Другие продукты я вам просто покажу, расскажу, если я ими уже пользовалась. У меня здесь есть, ну как здесь написано, что это новинка от Lancome Dream Tone. Сыворотка, как здесь написано, для светлых оттенков кожи и просто помогает вам создавать красивую сияющую кожу. Я ей пользовалась уже несколько раз. Очень красивая такая вот баночка. Вообще очень классная. Вообще обожаю продукты от Lancome. Кстати, очень интересно открывается. Вот таким вот образом нужно провернуть и крышечка здесь выезжает. Нанесу на руку. Оно с таким идет персиковым подтоном. Как раз вот помогает какие-то вот диспигментации кожи выровнять, так как такой вот тон нежный. Она очень приятно пахнет. А знаете, что мне напомнило, кстати? Мой любимый тоже серум от Faberlic, который я очень часто показываю. Из тональных средств у меня есть две новинки. Одна это от Avon. Их новое тональное средство, которое называется Bright Start. Я уже его пробовала несколько раз. Мне оно очень даже понравилось. Очень легенькое. Смотрится таким вот тоже сияющим на коже. Но мне кажется, это не очень интересная новинка в том плане, что у меня есть новый кушен от Yves Rocher. Кушены, конечно, уже захватили просто европейский рынок. У Lancome вышел, у Kiko вышел, у L'Oreal вышел. Я не знаю, дойдет ли до нас, конечно, кушен от L'Oreal. Но если что, возможно, я себе его закажу. Очень интересно сравнить. Ну а теперь и от Yves Rocher. Вот цена у нас в Украине 500 гривен. Я купила в магазине. У меня в оттенке 200 Rose. Потому что тот оттенок, который идет 200 beige, он очень темный, очень рыжий. Поэтому пришлось взять с таким вот розовым подтоном. Мне интересно сравнить, как вообще по ощущениям, похож ли чем-то на кушен от Lancome, который у меня есть. Также я оставлю внизу тест-драйв на кушен корейский от Apil фирмы. Так вот выглядит упаковочка. Она пластиковая. Здесь лого и в Rocher. Упаковка, конечно, дешевле, чем у Lancome. Какой-то странный запах. Вот само пластика краской воняет. Спонжик приятный. В принципе, похож на Lancome-овский спонжик. И тоже здесь такая вот система, крышечка. Пленка защитная. Запах какой-то пластика или краски. И то, что я тоже заметила. Вот у Lancome такая губка прям мягкая, такая упругая. Здесь такая вот твердая губка. Вот действительно, как губка для посуды я вот сюда нанесла. Выглядит очень темный оттенок. Ну, попробуем на лице. Я не чувствую того охлаждающего эффекта. Но ложится на кожу, кстати, красиво. Тоже такой тонкий слой, сияющий. Вот одна половина у меня накрашена. В принципе, такое легкое покрытие мне нравится. Я не люблю, когда сильное такое идет покрытие лица. Я сделаю еще отдельный пост в своем блоге, когда я уже немножко больше им попользуюсь. Будет у меня какое-то мнение там, после того, как я целый день хотя бы его поношу на коже. Напишите мне обязательно, если вы уже успели это попробовать. Какое у вас мнение? Нравится ли он вам? От Maybelline новые оттенки Baby Lips. Я, кстати, ни один из Baby Lips никогда не пробовала, поэтому будет интересно. Один такой вот голубенький бирюзовый называется Персиковый сплеск. На английском называется Peach Punch. А второй называется Melon Mania. Или на украинском Соковый тыкову. Ну, естественно, это просто такие вот легкие бальзамы. Персиковый идет, как вы видите, такой вот прозрачненький, нежно-нежно-персиковый. Приятненько пахнет какими-то жвачками. И вот второй такой вот розовый. Тоже приятно пахнет очень. Сладенько, но неутушливо. Ну, не абсолютно прозрачный, то есть я наношу на руку, поэтому это просто вот как бальзам. Я просто нанесу на губки. У Maybelline вышли новые карандашики для бровей. Новый карандашик для бровей, который называется Brow Setting. Я уже его несколько дней тестирую. И, кстати, вот сегодня была рассылка. Мне прислали два оттенка, хотя вот у меня уже один есть. Ну, вот отлично как раз. Я пробовала в оттенке Medium Brown. Это более такой вот теплый коричневый цвет. И оттенок Dark Brown это более холодный. Я бы не сказала, что они сильно отличаются именно по насыщенности. Мне кажется, они больше отличаются вот именно по тону. С одной стороны здесь идет такой вот выдвижной автоматический карандаш восковой, а с другой стороны идет такая вот очень интересная губка. Здесь просто откручивается. Здесь на самой крышечке внутри есть как вот краска. И такая вот здесь вот губочка, которая подбирает эту краску. То есть можно сначала наносить на глазки, на бровки, да, вот эту краску, а потом просто заполнять карандашиком. Так как я уже оттенок светлый коричневый или средний коричневый уже пробовала, то попробую именно темный коричневый. Здесь не идет... О, у меня все падает. Здесь в комплекте нет щеточки, но я всегда как бы ей пользуюсь. Сначала я беру именно из вот этой вот губки и просто прохожусь по бровкам, чтобы их немного оттенком заполнить. А затем оформляю сами брови с помощью карандаша. Сейчас у меня такое чувство, что на лице у меня просто вот одни брови. У Maybelline также есть новый консилер. Вообще я слышала, что вот их серию Affinitone они будут убирать. И этот просто останется новый как бы взамен того. Это Super State 24 часа. 24 часа консилер обещает сидеть на вашей коже, находиться на вашей коже. Ну, конечно, 24 часа я не тестировала, но мне очень понравилось то, как он быстро усаживается на кожу. И он действительно очень стойкий. У меня во втором оттенке, который называется Light Beige Clare, нравится, как он смотрится под глазами. Он идет с таким вот розоватым подтоном. В принципе, это хорошо помогает убирать какую-то синеву. новинка тоже от Avon. Это их новая тушь, которая, как она у нас называется, Big & Multiplied. Вот такая вот тушь. Была очень забавная такая рассылка, космическая, очень прикольная. И вот такая вот новинка. Это тушь для объема. с огромной щеточкой. Как вы можете видеть, пушистая кисточка. Думаю, уже очень многие наслышаны новым продуктом от Maybelline, который называется Master Sculpt. Это продукт 2 в 1. Контур и хайлайтер. У меня в оттенке 01 Light Medium. По-моему, он у нас один и представлен в стране. Это такой вот пудровый продукт, который вот один здесь оттенок, да, как вы видите, такой для контура. В принципе, такой коричневатый, теплый оттенок и хайлайтер. Если вы здесь откроете снизу, то здесь находится кисточка и зеркало. Ну, вот эти кисти мне не нравятся. Она как бы синтетическая, такая непонятная к чему. Контур мне понравился. Довольно-таки нейтральный, мне кажется, выигрышный цвет, который многим подойдет. Пигментированный, пигментация хорошая, хорошо ложится на кожу, не ложится пятнами, хорошо держится. Что еще вам сказать? Ну, в принципе, для масс-маркета очень неплохой вариант, потому что на самом деле почти все такое в масс-маркете, но очень рыжая. Хайлайтер я пока что не буду наносить, так как хочу вам показать тоже румяна новые, а Флориаль тоже такой вот себе наборчик, который называется Blush Sculpt. И это такое вот тоже, знаете, все такое вот модное сейчас вообще скульптурирование. На все уже ставят это название. Но, в принципе, такая прикольная задумка. Это такие вот румяна, которые состоят из трех оттенков. Здесь есть и холодный розовый, и персиковый, такой вот более теплый розовый. Но они очень сияющие. Нужно быть осторожным, потому что они безумно пигментированы. То есть нужно наносить очень мягкой кистью, и лучше немного еще на руку их отдать. Я просто немного нанесу на яблочки только. И теперь попробуем хайлайтер из Maybelline палеточки. Если честно, хайлайтер мне не сильно понравился вообще. Хотя, если сделать соч, кажется, что он такой нежный. В принципе, если бы здесь именно были такие вот микро-микро блесточки, как сиянье, сетиновые, было бы намного красивее. А так немного все-таки видны вкрапления именно блитера. Он не сильно крупный. Но я его вижу на своих порах, и мне это не сильно нравится. Контурный оттенок мне очень понравился. Так что, девочки, присмотритесь. Это реально классный продукт для масс-маркета. У меня есть новая помадка от MAC, которая идет Viva Glam с Арианой Гранде. Такая вот очень темная сливовая. Мне, если честно, не сильно понравилось ее качество на губах. Но, конечно, такие темные оттенки нужно обязательно наносить на увлажненные губы, на хорошо отполированные. Иначе она вот так вот забивается такими черным цветом. Вообще некрасивая. Это из матовой серии. И у меня в инстаграме была фотка. Мне несколько девочек спрашивали, что это за помада. Также у Chanel вышла обновленная серия помад Rouge Coco. Появились новые оттенки, которые называются именами каких-то особых людей в жизни Coco Chanel. Также там есть помада, которая названа в ее честь. У меня оттенок Adrien. Это очень красивый карамельный нюд. Очень такая комфортная на губах. Легкая. Я говорила, это 402 оттенок, если что. Заказывала я его с нашего украинского сайта Maxis.com.ua. Ставлю обязательно внизу ссылочку. Понравилась мне очень эта серия. Надо будет присмотреться еще каким-то оттенком. У Lancome вышла очень забавная новинка, которая называется Juicy Shaker. Это тоже опять же все в этой моде, кушеном. Потому что это блеск кушен. Его нужно хорошо-хорошо размешать. Это такой вот бальзам-блеск. Или сказать точнее блеск масла. Так как здесь идет тинт и масло. Такая вот забавная крышечка. У меня в оттенке Apricute. Это номер 102. И тоже я оставлю ссылочку на пост. Я писала, сможете посмотреть, как смотрится на губках. Поближе сводч. Вообще, что это такое. Потому что, ну, действительно очень забавная штучка. Также Maybelline прислали. Я так понимаю, это какая-то новая серия весенние помадок. И, наверное, какие-то обновленные еще оттенки, которые появились в серии Color Sensational. У меня здесь оттенок 117. Тип-топ тюле. Очень красивый такой вот розовый. Такой, знаете, жвачный, барби пинк розовый. Они все идут такие вот полупрозрачные, влажные, сиянием. И здесь вот новая такая вот серия в новом цвете упаковок. Одна у меня в оттенке 157 More to Adore. Такой вот тоже розовый, но более приглушенный, повседневный. Такой какой-то персиково-розовый оттенок. И оттенок 207 Pink Fling. Этот цвет мне, наверное, больше всего понравился, потому что похож на такой вот какой-то розовый, но карамельный нюд. Такой вот необычный оттенок очень. Думаю, тоже многие уже знакомы с новинкой от Maybelline. Это такие вот жидкие помады, которые называются Vivid Matte Liquid. Тоже из серии Color Sensation. У меня здесь есть три оттенка. Первый это 35 Rebel Red. Такой вот красный красивый. Оттенок 40 Berry Boost. Это такой вот ягодный. И оттенок 45. Possest Plum. Я же успела попробовать ягодный оттенок под номером 40. И ожидайте от них полной матовости. Это не супер матовый продукт. Они больше остаются как такой вот тинд на губах, который со временем, то есть вот этот вот изначальный влажный финиш, он немного уходит. И просто остается такой вот красивый, знаете, вот как какие-то велюровые, велветовые губки. Думаю, тоже будет пост в блоге, поэтому оставлю ссылочку, если выйдет до этого времени, просто чтобы вы могли посмотреть, как они смотрятся на губах. Сегодня мне хочется что-то более легкое. И вот хочу попробовать вот этот вот оттенок Pink Fling, который от Maybelline Color Sensation 207, потому что такой вот забавный цвет. Естественно, я не могла обойтись без новинок от Lush. В них вышли новые продукты для чистки зубов, такие вот твердые зубные таблетки. Нужно просто поместить одну из этих таблеток между зубов и начать использовать вашу зубную щетку, то есть чистить зубы. У меня электрическая щетка, поэтому немного мне было страшно, что эта таблетка мне просто иссрапает всю эмаль, то есть мне нужно еще как-то приноровиться к ним. Также есть порошок для чистки зубов, который называется Tooth Fairy. Это зубная фея. Пахнет как их один из самых популярных ароматов. Это, как же называется, снежная фея. Snow Fairy. У них на Рождество всегда выходит гель для душа, такой розовый. Еще не пользовалась, но вот хочу попробовать. Просто нужно макнуть зубную щетку в сам этот порошочек и начать чистить зубы. Я тоже думаю, может быть, сделать такой вот общий постик в блоге, где я просто напишу свои вот действительно мнения уже после какого-то использования. Я не могла пройти мимо весенней коллекции, потому что в прошлом году я не успела отхватить этот гель для душа. Эта серия была выпущена ко Дню Матери в Великобритании. Это было где-то в начале апреля, по-моему, у них. Называется Ями Мами. Очень вкусно пахнет какими-то карамельками. Ну и то, что у меня нет ванны дома, мне не останавливает от покупок продуктов для ванны. Бон для ванн, пен для ванн, потому что я хожу к друзьям, к знакомым и к родственникам принимать ванны со своими пенами от Lush. Смотрите, такая прелестная божья коровка. Вообще, такая прелесть. Очень вкусно, фруктово пахнет. Масло герани, масло мяты перечной. Она вот напоминает мне пенку комфорт, которая мне тоже очень нравится. Вот запах чем-то похож. Знакомьтесь, это хитун бафтун. На английском называется Humpty Dumpty. Очень вкусный, мягкий аромат. Такой какой-то ванильный, тоже карамельный. Здесь написано, что у него аромат ирисок. А, и точно пахнет как медовая вафля. Это у них мыло, которое я очень, кстати, люблю, поэтому обалденно. Здесь есть масло бразильского апельсина, здесь есть масло бергамота. Напишите мне обязательно внизу в комментариях, если вам нравится такой формат. Или если вам нравится больше формат, где просто показывают продукты и рассказывают о них. И все. В общем, да, делитесь впечатлениями. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь на меня в инстаграме. Я там также керри пингвинь, как и здесь на ютюбе. Задавайте свои вопросы в комментариях, задавайте свои вопросы в Аске Фэм. Внизу также будет ссылочка и ссылочка на мой письменный блог. Поэтому да, открывайте описание, читайте там много-много всего интересного. Я желаю вам хорошей недели, хороших выходных, хорошей погоды. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро, так что оставайтесь и до новых встреч. Пока! Все, и сделала такие вот две косички. У меня во рту конфета, я побежала. Обрели. Входим, выбираем карнизы. Да? Хочу белый карниз. Выбрали тоже новые рамки. Покажу вам, думаю, что я уже сделала. Все это за эвкалиптовое деревцо и коалка. Ой.